МАРИНА КОМИЦАРОВА Городские встречи в эфире. Я Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях Алена Тавинцева, солистка ВИА Горпарк. В преддверии грядущего фестиваля «Мамина пластинка», о котором так много в последнее время говорят в рязанском сообществе любители музыки, мы пригласили вокалистку ВИА, чтобы поговорить о том, что, собственно, ожидать от этого фестиваля. Итак, как родилась и когда идея проведения подобного музыкального мероприятия? Расскажите, пожалуйста. Ну, первый фестиваль «Мамина пластинка» прошел в 2013 году в МКЦ. Его организаторами и, так сказать, идейными вдохновителями, создателями были Софья Иванова и наш художественный руководитель Геннадий Барыкин. С тех пор этот фестиваль обрел большую популярность среди рязанских зрителей, что не может нас, конечно же, не радовать. И в этом году фестиваль будет особенный. Если в прошедшие годы в нем принимали участие только коллективы из Рязани и Рязанской области, то в этом году география расширилась и к нам приедут гости из других регионов. Скажите, пожалуйста, зачем тогда, в 2013 году, 4 года назад, вы решили провести этот фестиваль? И для чего проводите из года в год, я так понимаю, да? Какие цели проведения подобного мероприятия? Ну, вообще, на фестивале все участники исполняют популярные хиты 70-х, 80-х годов. И самая главная цель организаторов была это поддержание и развитие движения вокально-инструментальных ансамблей в Рязани, в Рязанской области, ну и глобальное, естественно, по всей нашей стране. И организация, естественно, культурного досуга жителей нашего города. Ну и для того, чтобы люди просто слушали и наслаждались теми песнями, которые им были знакомы в советские времена. Как правило, это хиты, которые слушали поколения наших родителей, правильно? Да. На какой возраст, соответственно, рассчитан фестиваль? Какой контингент приходит вам в качестве зрителей? Контингент нашего фестиваля достаточно разнообразный. Наряду с зрителями старшего поколения нас уже ежегодно посещают все больше и больше молодежи, что не может не радовать, соответственно, интерес у молодежи к вокально-инструментальным ансамблям и к песням советских времен возрастает. Это очень хорошо, потому что песни действительно были душевные, песни были о жизни и о любви. То есть как к моде возвращается все циклично, так и возвращается интерес к песням юности наших родителей, так сказать. Я думаю, что да, недаром много очень коллективов современных сделают разнообразные ремейки, поют эти песни, возрождают. То есть если я понимаю, в 2013 году, когда вы впервые проводили этот фестиваль «Мамина пластинка», вы еще не знали о том, что он будет развиваться и собирать все большее количество выступающих, расширять географию и зрителей. В дальнейшем наверняка у вас есть некоторые планы на развитие, на то, чтобы делать его крупнее, масштабнее, может быть, интереснее. Конечно, фестиваль будет развиваться. И если изначально участвовали только коллективы Рязани и Рязанской области, то сейчас уже география расширилась, и мы будем ее еще больше и больше расширять в надежде выйти на международный уровень. Смотрите, если говорить о ВИА, как в таком направлении, явлении культурном, музыкальном, в чем особенности тех песен, которые исполняли вокально-инструментальные ансамбли? Расскажите, пожалуйста. Ну, для меня, вот как для вокалистки, самая главная особенность вокально-инструментальных ансамблей – это то, что все это поется и играется вживую. То есть это живые инструменты, живые голоса. Это не один голос, не два, иногда даже и не три. В нашем ансамбле «ВИА Горпарк» четырех-пятиголосия. И я считаю, что современная эстрада, она, конечно, тоже очень хорошая, но отсутствует вот эта вот оригинальность, так скажем, натуральность музыки, а «ВИА» все-таки это живой звук всегда. «ВИА» все-таки это живой звук всегда. «ВИА» все-таки это живой звук всегда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот вы вокалистка в вокально-инструментальном ансамбле. Вы почему решили выбрать для себя именно это направление эстрадной музыки? Потому что наверняка был широкий простор для творчества, но вы решили вот именно в этом основаться, развиваться. Есть ли у вас любимые песни? Или что вообще послужило таким стимулом для развития в этом направлении? Вы знаете, наверное, все пошло из детства, как и у всех нас. И когда я разговаривала с своей бабушкой, она мне рассказывала, что, оказывается, уже в два года я знала больше 120 песен. Удачно их очень пела. И это были песни именно советских времен. Соответственно, потом прошли годы, я строила и сольную деятельность за рубежом. Потом по возвращении обратно в родной город Рязань я поняла, что хочу петь в каком-то, ну, наверное, как это правильно выразиться, в самом лучшем ансамбле. И, конечно же, это был Горпарк. Спасибо огромное, что меня туда пригласили. Я там с ребятами уже почти год пою. Вот, мне очень нравится. И самое главное, что у нас только профессионалы. Все просто замечательные голоса имеют. И петь в команде намного интереснее, чем петь одной. Сам формат фестиваля предполагает различные музыкальные группы, да, на протяжении довольно-таки долгого времени. Сколько времени будет занимать фестиваль и где он будет проходить, самое интересное? Фестиваль будет проходить 11 ноября. Начало будет в 15.00 в Муниципальном культурном центре. Да, будут выступать ни одна группа, ни две. Все секреты раскрывать не буду. Я думаю, что зрители сами к нам придут и все увидят. Но по продолжительности, ну, как обычные фестивали, где-то, ну, два часа точно мы будем радовать своим вокалам. И другие коллективы тоже. Вы все секреты открывать не будете, но все же, вы сказали, мы будем радовать. То есть рассчитывать на то, что Горпарк будет выступать, зрители могут. Конечно. Горпарк является постоянным участником фестиваля. И в этом году мы будем выступать в качестве специального гостя. Скажите, пожалуйста, сколько ориентировочно песен исполнит каждая выступающая группа? Каждая группа исполнит минимум по 4 песни. Ну и, конечно же, вокально-инструментальный ансамбль Горпарк исполнит не меньше песен прекрасных и порадует своих зрителей. Это замечательно. И, насколько я понимаю, музыка будет живой. То есть это музыканты будут играть живую музыку. Вокал будет не под фонограмму. Конечно. И так все группы, да? Конечно. Все группы будут петь живьем. А живой вокал, живые инструменты – это просто шикарная драйвовая атмосфера. Большой посыл энергетический будет в зал от всех музыкантов. И все зарядятся позитивом, я в этом уверена. Осталось меньше двух недель до концерта, наверное, до фестиваля, вернее даже. Наверняка сейчас идет напряженная подготовка. Или же вы уверены в своих силах и не выбиваетесь из рабочего графика? Нет. Конечно же, мы готовимся к фестивалю. Потому что это очень ответственное для нас мероприятие. И, естественно, репетиции, репетиции, еще раз репетиции каждый день. Есть ли у вас любимые для исполнения какие-то хиты? Наверняка есть. Я не буду спрашивать о том, что конкретно вы исполните на фестивале. Пусть это останется сюрпризом для наших телезрителей, для зрителей маминой пластинки. Но вот конкретно у вас, Ален, есть ли любимые песни, которые вы в любой ситуации абсолютно можете исполнить, хотите исполнять? Есть такие? Или они меняются со временем? Песни всегда меняются. И все песни, которые мы исполняем, они все любимые. У нас политика такая, что мы обсуждаем вместе с командой, что мы будем петь. И, как правило, эта песня нравится всем нашим участникам. Ну, естественно, это группа «Самоцветы», песни из их репертуара. Песни из репертуара. Вот лично для меня это Алла Пугачева. Ну, «Голубые гитары» и много еще очень таких вот песен, которые мы исполняем тех лет и которые близко к сердцу. Например, песня «Не надо печалиться», она позитивная. Вот там золотые слова «Не надо печалиться». Я считаю, что всем нам не надо печалиться никогда, надо только радоваться и улыбаться. Ее можно как установку себе исполнять, когда все не ладится, когда осень за окном. Но скажите, еще вот такой вопрос у меня возник в беседе с вами. Вокально-инструментальные ансамбли – это целая субкультура. То есть это предполагает не только наличие определенного музыкального контента, но и определенная атмосфера, драйв, о котором вы сказали, определенный внешний вид музыкантов. То есть все это образы, все будет соответствовать. Это будет полное погружение в 70-е, 80-е. Правильно я понимаю? Все абсолютно верно. Помимо музыкального сопровождения есть еще и красивая одежда, такая, как была в те времена. Все будет сверкать, блестеть и всем очень понравится. Атмосфера будет соответствующая. Да, атмосфера будет полного погружения в 70-е, 80-е годы. Так, как это было раньше на танцплощадках. Вот я только хотела задать вопрос о том, что в МКЦ наверняка фестивали прошлых лет, начиная с 2013 года, показывают, что зрители вряд ли сидят на месте. Может быть, в первое время, да? Как рассчитываете, есть ли там место, чтобы потанцевать? Вы знаете, практика показывает, что есть. Даже в зале с сидячими местами всегда есть место для того, чтобы потанцевать. Есть боковые зоны, есть зоны перед сценой. Как правило, да, вы правы. В начале концерта все сидят, внимательно слушают. К середине концерта уже люди просто не выдерживают, встают с мест, аплодируют и танцуют. Мы очень этому всегда рады и приветствуем это. И, наверное, в завершение нашей беседы, учитывая, что мы уже поняли, что фестиваль «Мамина пластинка», который пройдет уже в четвертый раз, получается? Пятый. В пятый, в юбилейный раз. Получается, что в пятый раз пройдет фестиваль «Мамина пластинка» с полным погружением в атмосферу 70-х, 80-х годов и позитива, любимых песен, любимых образов. Для кого-то это погружение в молодость, для кого-то это, как для моего поколения, для кого-то это погружение в молодость родителей. Помимо этого, что бы вы хотели пожелать, какой посыл вы отправите своим будущим зрителям и нашим телезрителям? Ну, что можно пожелать в такой пасмурный день, осень? Конечно же, побольше солнца. Солнца в сердцах, солнца в душе, чтобы всех переполняли только позитивные, хорошие, яркие эмоции. Всем радости, здоровья, счастья. Ну и, конечно же, ждем всех 11 ноября в 3 часа дня в МКЦ на фестивале «Мамина пластинка». Да, ты еще выбрана удачно. 11 ноября, ноябрь вроде бы и месяц такой действительно грустный, осенний, переходный, когда ностальгия и в то же время нехватка солнца, нехватка тепла душевного восполнится именно самыми любимыми, самыми позитивными, теплыми хитами от «Виа Гор Парк» и других вокально-инструментальных ансамблей, которые соберутся из разных регионов нашей страны. Я думаю, мы с Аленой Тавинцевой прощаемся ненадолго. 11 ноября ждем наших телезрителей в МКЦ на фестивале «Мамина пластинка». Алена, спасибо, что пришли к нам, что поделились своим солнечным настроением. Спасибо, что пригласили. Я прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!